здравствуйте коллеги сегодня я бы хотел выступить с докладом эффективность потери инноваций что есть конечная цель для ритейла меня зовут константин соснин я отвечаю за развитие новых продуктов компании macroscope ну и в самом начале своей презентации я бы хотел задать вам вопрос вот вы как считаете нужны ли ритейл инновации поднимите руки кто считает что да они точно нужны на самом деле мы прежде чем вот я выехал на форум провели некое исследование в наших соцсетях мы спросили наших подписчиков то есть у нас большинство клиентов партнеров нужны ли ритейл инновации все очевидно ответили что да то есть там сто процентов ответила что да но по моему мнению этот вопрос не так однозначен то есть ответ на этот вопрос давайте расскажу несколько мыслей и историй по этому поводу исходя из своей практики ну а дальше все само собой станет понятно что по моему мнению есть конечная цель для ритейла эффективность потери ну или собственной инновации прежде чем я перейду к докладу я кратко расскажу про продукты которыми я занимаюсь компании macroscope ну первый продукт это робот который на базе видеоаналитики собственно может сканировать торговый зал в ритейловой сетке на предмет пустых мест на полках то есть гапов неправильной планограммы или неверных ценников следующий продукт это 3d подсчет посетителей то есть это супер точная система подсчета посетителей как видите точно 98,6 процента но тоже готовый коробочный продукт которым я сейчас в основном и занимаюсь далее я буду рассказывать о своих мыслях по теме инновации в ритейле и подкреплять их кейсами из практики значит ну первая моя мысль мое замечание внедрение новации не даст желаемого результата когда не решены базовые вопросы вы знаете в процессе работы над новыми продуктами в компании мы с коллегами проводим сотни даже больше чем сотни интервью с руководителями на разных уровнях и иногда вы знаете случается такая ситуация что цели задачи приоритеты которые ставят главном офисе они расходятся вот с наболевшими проблемами на местах так вот иногда получается мы с этим сталкиваемся эту ситуацию на самом деле очень подробно характеризует один известный мем и сейчас я вам его покажу ну вот собственно тот самый известный мем на котором ну который я вам хотел показать ну и давайте перейдем уже непосредственно к примерам вы знаете мы поддерживаем партнерские отношения с одной из крупнейших в россии торговых сетей у них очень активно эти отделы не постоянно пилотируют какие-то инновации тестируют там их собственно пишут нам регулярно свои пожелания запросы описания проблем у них даже есть отдельная команда которая занимается вот непосредственно инновациями и в какой-то момент им был интересен продукт вот для анализа полок мы им осмелились предложить нашего робота при этом они сказали что эта проблема для них сейчас на первом месте то есть эта проблема чуть ли не номер один ну и собственно говоря когда мы спустились чуть-чуть пониже на уровень то есть когда мы стали разговаривать с руководителями на местах они нам сказали что вопрос повод для них является не столь критичным то есть они нам дословно сказали что они просто вешаются от воровства и собственно некоторые из директоров на местах вынуждены за свой счет ставить дополнительные камеры видеонаблюдения для того чтобы сканировать полностью зал и предотвращать какие-то кражи или потери при этом как бы первая реакция их на робота была такая что да бог с вами какой робот его в первый же день разберут по винтикам и вынесут из торгового зала следующий случай он уже был с другой сетям также общались по поводу робота и собственно говоря с представителями отдела идти в главном офисе они также сказали что анализ полок это для них проблема номер один они перепробовали даже несколько типов решений и все их не устроили в полной мере и значит когда мы опять же спустились на уровень чуть ниже там была немного другая проблема нам сказали что им опять же не до анализа полочного пространства основная проблема заключается в том что у них периодически в час пик отваливаются кассы ну то есть вот они просто зависают и не работают а также отваливается интернет знаете это я вот все к чему это сейчас говорю в обоих случаях нам в главном офисе говорили что от внедрения продукта по анализу полок то есть вовремя выявить что товар кончился на полке и пополнить его увеличится товароборот но что-то мне подсказывает что как бы даже если полка будет вовремя пополнена но при этом не будет работать касса ну собственно продажи не состоится клиент уйдет и о каком повышении товарооборота мы можем говорить дальше инновация должна решать реальную проблему иначе вы просто не ощутите эффекты здесь пример на самом деле очень тоже такой простой к нам обратилась одна компания которая является сервисом по доставке готовой еды там случае был следующий они значит пришли к нам и сказали что у них есть явно наболевшая проблема которая заключалась в том что их сотрудники во время приготовления еды снимали перчатки и шапочки первый вопрос который мы им задали ребят слушайте а сколько вы от этого денег-то теряете на что они нам сказали слушай мы теряем от этого несколько миллионов в месяц это просто баснословные для нас деньги проблема очень наболевшая давайте запилим модуль видео аналитики но есть одна проблема мы спросили как вы оценивали эти потери они сказали так экспертно нам так кажется тогда мы им сказали ребят давайте попробуем провести эксперимент вот вас есть камеры видеонаблюдения вас есть они все выводятся на один экран давайте попробуем посадить какого-нибудь оператора он просто в месяц посчитает количество нарушений вот этой вот ну вот собственно когда они надевают перчатки и шапочки будут докладывать об этом там начальнику и посмотрим на эффект то есть что это даст в конечном итоге ну насколько мне известно они так этого и не сделали это все к чему то есть если вам кажется что проблема отнимает уйму денег и она супер важно но вопрос не решен даже костыльно ну то есть я позволю себе как разработчик вырез выразиться сессия она даже не решена никаким костылем то возможно проблема не так и остра и решение не даст какого-то ощутимого результата если вы находитесь такой ситуации вы просто подумайте действительно это нужно или нет ну и попытайтесь оценить убытки на практике не экспертно ведь стоимость внедрения реальной инновации ну на минуточку большие деньги и таком случае нет гарантии того что это принесет вам то чего вы действительно хотите ну вот собственно этот пример дальше а инновация не решит сразу все проблемы не стоит действительно ее воспринимать как волшебную палочку ну здесь пример тоже достаточно интересный мы общались с одной торговой сетью по поводу внедрения нашего робота и первый вопрос опять же которому задали директору а тебя волнует вот вообще вопрос пополнения полок то что кончается товар и не пополняется вовремя он конечно сказал да меня это волнует это там проблема номер один она является наиболее приоритетной и при этом он сказал что они теряют несколько процентов от товара оборота крупной ритейловой сети товара оборота то там просто сотни миллионов рублей за определенный период ну и собственно говоря когда мы дошли уже до составления предзаказа то есть вот от сканирования полок просто количество задач которые по его мнению одновременно должен выполнять этот робот она просто увеличилась вдвое и при этом он еще сказал что сканирование торгового зала в несколько десятков тысяч товарных позиций должно происходить ну примерно за час-два и при этом еще точность по всем этим задачам должна быть не менее 98 процентов это все к чему решить все и сразу при помощи даже там супер инновационного продукта ну не получится ну или просто получится какое-то решение которое будет поверхностно затрагивать каждую из существующих проблем в таком случае как бы получить какого-то взрывного эффекта я думаю тоже вряд ли получится то есть получится что проблема каждая проблема затрагивается вскользь ну и ощутимого результата собственно здесь не получится и ценность такого продукта будет значительно меньше дальше трезво оценивайте граунд прежде чем внедрять инновацию вот собственно эта история попала ко мне в копилку очень случайно то есть во время общения опять же по поводу внедрения робота в одну из торговых сетей мы столкнулись таким интересным примером как касса самообслуживания то есть по словам директора когда это все внедрялось предполагалось что данная касса самообслуживания увеличит ну вот собственно пропускаемость назовем это так магазина то есть больше клиентов может быть обслужена при этом нету затрат на зарплату дополнительных кассиров и при этом как бы еще и вроде бы нет очередей то есть опять же все это приводит к росту рт о и снижению потерь но по факту получилось все немножко не так когда они внедрили массово эти кассы самообслуживания получилось следующее просто люди стали пропикивать не все товары из-за этого скакнули потери то есть они это увидели что потери резко выросли и тогда они поступили очень простым образом они на каждую кассу самообслуживания поставили нах по одному охраннику ну и в итоге то что получилось товарооборот не сказать что из-за этого вырос очереди ну это все опять же по словам директора очереди меньше не стали и пришлось нанять дополнительного охранника и здесь опять же вывод тоже он очень простой прежде чем внедрять какую-то инновацию нужно детально оценить бэкграунд иначе эффект от внедрения такой инновации вот в силу каких-то внешних факторов он просто или собственно внутренних факторов он просто может быть либо смазан либо перечеркнуться всем а следовательно это не даст опять же какого-то результата которого от этого ожидают ну и собственно давайте перейдем к выводу подводя итог как бы безусловно инновации это очень хорошо и эффект от них может быть достаточно взрывным но инновации как таковые они не могут являться конечной целью не в ритейле не в любой другой сфере поскольку это лишь средство достижения цели насколько мне известно основным приоритетом любого ритейлера является снижение потерь и снижение сдержек но при этом также увеличение собственно говоря маржинальности товарооборота и здесь все пожалуй очень просто то есть если инновация она как-то коррелирует вот с этими приоритетами то тогда вопросов нет такая инновация действительно нужно она является действенной если источник инновации продиктован какими-то догадками и желанием просто стать инновационной компанией то тут уже все сложнее причем в последнем шан в последнем случае шансы сделать действительно востребованный продукт и получить реально работающее решение в десятки раз ниже далее хотел показать одно видео не надеюсь помогут и включат видео компания по привлечению клиентов ритейл у меня вопрос такой вот вы сказали про менеджеров которые вас немножко как бы сыты и про то чувство новых открытий которые вас раньше радовало вопрос и инновации которые приходят от партнеров от стартапов и все хотят попробовать это с лидером рынка с магнитом вы не думали сделать какой-то инкубатор может быть совместно с коллегами из стартап академии сколковская для того чтобы именно отбирать 20-30 команд которые могли бы идеи эти применять на лучшей как бы площадке стране сам большой нет не думал я не хочу зря время тратить еще получит так из центра ну собственно на этом видео закончено ну собственно что мы увидели то есть на тот момент руководитель одной из крупнейших торговых сетей в стране сказал что ему не интересно быть ну я позволю себе такое выражение лягушатником инкубатором для стартапов и инноваций ему как любому другому ритейлеру интересно только то что гарантированно несет ценность и решает его конкретную задачу то есть помогает снижать соответственно издержки и увеличивать товарооборот и вы знаете мы вот это понимаем и для нас инновации не являются самоцелью хотя мы делаем что-то новое для нас главный приоритет чтобы продукт нес реальную ценность своему пользователю и вопрос того как это будет уже реализовано инновационным методом или не очень это уже вторичный вопрос и у нас есть несколько практик которые помогают нам доходить до реальной ценности у клиента первое это customer development это методика стива бланка здесь очень просто мы выкатываем гипотезу о продукте а дальше мы очень много разговариваем с пользователями и задаем им банальные вопросы то есть а если вообще такая проблема который решает этот продукт дальше мы спрашиваем как эта проблема сейчас решается то есть если хотя бы какое-то промежуточное или костыльное решение дальше мы спрашиваем как они оценивают потери и каким образом они вот эту вот цифру вычислили и если мы понимаем что проблема действительно есть есть какое-то костыльное решение она их не устраивает но при этом есть большие потери которые собственно говоря подтверждены тогда мы делаем прототип и если все окей уже доводим до состояния конечного продукта ну вторая практика это тестирование альтернативных каналов перепроверка ценности решения в сегментах здесь тоже все очень просто если продукт не несет ценность в определенном сегменте или неправильно транслируется ценность через канал ну тогда мы просто проверяем как обстоят дела в других сегментах и других каналах возможно в той же самой компании другому сотруднику это будет нести просто большую ценность собственно что и для нас является конечной целью и практика показывает что применение таких вещей чаще всего приводит к появлению инноваций ну выбирайте инновации с умом а мы с радостью вам поможем в этом здесь мои контакты то есть если собственно говоря кто-то захочется обсудить новая вдруг пропаду меня можно найти по этим контактам и задать мне любой вопрос и обсудить я всегда готов к диалогу я не претендую на то что моя точка зрения ты истинно в последней инстанции и всегда рад адекватной критике